Всем привет! Сегодня приготовлю пирожное тающий шоколад. Шоколад не еще пирожного или можно назвать кексами я еще не пробовала. Готовится очень просто, справится даже ребенок и очень быстро. Так что приступаем к приготовлению. Для этого мне нужен темный шоколад. У меня 75% какао. Конечно, шоколад берите хорошего качества. Я его измельчаю произвольно. Такими вот небольшими кусочками. Шоколада у меня здесь 200 грамм. Я сюда отправляю 100 грамм сливочного масла. Точно так же произвольненько его измельчаем. И теперь мне его нужно растопить. Я это делаю на водяной бане, но так же можно воспользоваться микроволновкой. Ставьте по 30 секунд и перемешивайте, чтобы не закипело. Все, шоколад у меня растопился. Я его постоянно помешивала, чтобы он не закипел. Снимаю его с плиты. Пусть пока стоит остывает. Он не должен быть горячим. А я продолжу дальше. Беру 4 яйца. К ним отправляю 5 столовых ложек сахара с небольшой горкой. И все это немного смешиваю. Сильно взбивать не надо. Как только сахар растворился в яйце, я больше не взбиваю. Этого достаточно. Смотрю, обязательно проверяю, чтобы шоколад не был горячий. И вливаю сюда яйцо. Потому что если шоколад будет горячий, яйцо, конечно же свернется. Будет какой-то шоколадный омлет. Добавляю 4 столовые ложки муки. Тоже не с большой горкой. Перемешиваю до однородности. И можно сказать, что пирожные готовы. Лучше перемешивать венчиком, чтобы не было комочков. Оно будет такое густоватое, тягучее. Тесто готово. Вот такое вот оно получается консистенции. Включаем духовку на 200 градусов. Пусть она нагревается. Печь буду в силиконовых формах. Вы можете использовать любые формочки, какие у вас есть. Но если вы будете использовать не силиконовые, тогда нужно смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Чтобы они потом очень хорошо у вас достались. У меня получилось 8 штук. Как я уже сказала, духовку разогреваем на 200 градусов. И ставим печься ровно на 9 минут. Я их достала из духовки. Они готовы. Теперь дам им постоять и немного остынуть. Они у меня немного остыли. Теперь я вам хочу показать, что у меня в результате получилось. И немного объяснить, почему у меня тут стоят 3 штуки. Как я вам и сказала, что пекла я 9 минут. Когда печешь 9 минут, оно получается вот такое вот жидкое. Поэтому оно называется тающий шоколад. Извлекается из силикона легко. А когда я его сейчас разрежу, внутри он вот такой вот тающий внутри шоколад. Вот этот вот я пекла 10 минут. Здесь практически жидкости уже нет. Он только сверху немножко такой, не слишком плотный. Плотный, да, скажем. То есть это уже пироженка у нас получается внутри вот такой вот плотненькой. Это я пекла 10 минут, а сверху он такой жидковатый получается. Тоже очень вкусно. Следующую я пекла 12 минут. Он вообще весь пропеченный, такой плотный. Сейчас посмотрим, что внутри. Вот такой вот получается плотный шоколадный кекс. Шоколадный я еще не пробовала. Очень вкусно. Как вам больше понравится, это уже выбирать вам. Можете печь 9 минут, 10 или 12. Выбирайте сами. Но все варианты по-своему очень вкусные. Мне очень нравится с мороженым или с кофем подавать такие пирожные. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok